Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Читать модно» на СТС Курск. С вами Юлия Яковлева и сегодня речь пойдет о серии графических романов «Песочный человек» от автора Нила Геймана. Цикл про «Песочного человека» насчитывает 10 томов, вышедших в свет с 1989 по 1996 года. Изданием этой серии занималась компания «Вертига», которая является подразделением DC Comics, что уже говорит о серьезности произведения и нацеленности на взрослую аудиторию. И прежде чем я расскажу вам о сюжетах и особенностях этих графических романов, давайте разберемся с главным героем и узнаем, кто же такой сам «Песочный человек». В любой мифологии, в любом фольклоре обязательно есть некая сущность, некий дух, который связан со сновидениями и с миром снов. Иногда его рисуют добрым, иногда напротив злым. И Нил Гейман в образе своего персонажа сочетает западный фольклор, который подарил миру песочного человека, и древнегреческие мифы, где фигурировал морфей, бог сновидений, у которого автор и позаимствовал имя для своего персонажа. У мира песочного человека изначально очень необычная и интересная концепция. Здесь автор нас знакомит с семьей бесконечных, а в русском переводе сейчас фигурирует название «Вечное», каждый из которых является олицетворением каких-либо человеческих чувств или же элементов жизни в целом. На страницах нам встретится судьба, страдания, сокрушения и даже смерть, которая является старшей сестрой Морфея. Про нее, кстати, есть отдельный роман спин-офф, где смерть предстает в виде девушки Гота. История начинается в первой половине 20 века, когда незадачливые маги пытаются призвать и подчинить себе смерть, но в итоге промахиваются и вызывают ее брата Морфея. И, кстати, вот из всей семьи бесконечных наиболее близки и наиболее похожи на родственников именно смерть и Морфей. Нил Гейман обыгрывает вот эту мистическую сторону сна, который во многих мифах представляют как маленькую смерть. Морфея же пленили, обездвижили, отобрали у него все атрибуты власти и более того, за следующие 70 лет он не проронил ни слова. Но, естественно, за такой срок внимание к пленнику ослабло и Морфей вырывается на свободу, где обнаруживают, что за время его отсутствия в царстве снов начался хаос. А в реальной жизни, помимо этого, появилась некая сонная болезнь. Какие-то люди засыпали и не просыпались, какие-то же, наоборот, лишались сна. Нужно было срочно восстанавливать порядок, и Морфей первым делом кидается на поиски утраченных артефактов с умы с песком, маски и лунного кристалла. И про эту часть сюжета нужно сказать две очень важные вещи. Во-первых, она является самой логичной и самой спокойной из всего сюжета, что помогает читателю привыкнуть к этому фантасмагоричному миру и не погрязнуть сразу же в его абсурдии и смешении стилей. И во-вторых, именно при поиске символов власти сразу же начинает чувствоваться причастность Сэндмана к общей вселенной комиксов DC. Песок находится в руках Джона Константина, персонажа Хеллблейзера, а кристалл в архивах Лиги Справедливости. Вообще, на страницах Песочного Человека будет встречаться множество знакомых персонажей. И даже если вы никогда не читали комиксы и ничего не слышали про Сэндмана, вы точно встретите кого-то знакомого, потому что используются и реальные исторические личности, на вроде Уильяма Шекспира, и те же персонажи Лиги Справедливости. С первых же страниц чувствуется, что Нил Гейман бросился в омут с головой, совершенно ничего не боится и готов к любым экспериментам, как в сюжетном, так и в визуальном планах. Однако уже с первого тома можно узнать этот типичный Геймановский стиль, который впоследствии будет оттачиваться и вылиться в итоге в «Американских богов», «Океан в конце дороги» и прочие знаменитые произведения автора. Его безошибочно можно узнать по смеси мифологии, библейским отсылкам, которые автор умело помещает в нашу реальность. По сути, каждый том Сэндмана – это отдельная повесть, но в итоге все части сливаются в по-настоящему обширную и масштабную историю. Я бы даже рискнула назвать ее семейной сагой, пусть и про довольно нестандартную семью. «Песочный человек» поражает проработанностью и вниманием к деталям. Есть какие-то второстепенные персонажи, про которых автор не забывает из тома в том. Есть побочные истории, которые совершенно нелинейно встраиваются в сюжет, но в итоге именно они и завершают вот эту картину мира Сэндмана. Такой же проработанностью и вниманием к деталям радует и визуальная часть «Песочного человека». Над циклом работал не один художник, и отличий в стиле было не избежать, но в итоге это играет только на руку создателям. Многообразие изображений самих персонажей и деталей подчеркивает многогранность мира Сэндмана. Если вы никогда не испытывали особой любви к комиксам и вообще не понимаете такого жанра, как графический роман, попробуйте почитать «Песочного человека». При первом беглом пролистывании, скорее всего, глаз зацепится за темные иллюстрации, общую мрачность, которые привлекательны далеко не для всех. Но буквально с первых же глав начинает чувствоваться настоящая магия. Персонажи буквально оживают, и за ними хочется неотрывно наблюдать. Вообще, весь этот цикл графических романов я бы могла сравнить с невероятно интересным сериалом, каждую часть которого ты с нетерпением ожидаешь от недели к неделе и за дня в день. Безусловно, огромным и очень ярким плюсом Сэндмана является потрясающая атмосфера, так любовная и детально созданная писателем и художниками. Она готичная, философская, немного грустная, романтичная. На страницах этого произведения вы встретите абсолютно все жанры и испытаете невероятное количество эмоций. Сюжет «Песочного человека» насыщен огромным количеством отсылок к современной культуре, к историческим событиям, к реально существовавшим личностям. И в отличие от многих комиксов, здесь не чувствуется какой-то недосказанности, неправдоподобности или мультяшности происходящего. Именно эта серьезность, многогранность и проработанность позволила Сэндману переступить изначально заданные рамки комикса и, по сути, стать родоначальником жанра графического романа, гораздо более глубокого и серьезного, в отличие от комиксов. Кстати, в русскоязычных изданиях присутствуют очень подробные пояснения каждой части, так что смело читайте, в этой вселенной заблудиться вам точно не дадут. На этом у меня все. Старые выпуски программы «Читать модно» вы можете найти на сайте СТС Курск. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, где вы сможете найти еще больше рассказов об интересных книгах и вступайте в группу СТС Курск ВКонтакте. До новых встреч и помните, что читать действительно модно!